Мы встретились с краеведом и соавтором проекта «История города в названии улиц. Историко-культурного центра» Александра Михайловна Спиренковой на улице Лемешко, до 1967 года носивший название «Северная». Год назад здесь появился сквер памяти Тимофея Игнатьевича. А на одном из домов – мемориальная табличка. Хоть сам главный видновский озеленитель тут никогда не жил. Жил на временном поселке, восьмая линия, дом 11. А потом уже, когда в основном переехали все на постоянный поселок, рабочий поселок, то он жил на даче. Тимофей Игнатьевич Лемешко родился на Дону в 1889 году. Когда ему было 11 лет, семья потеряла кормильца отца. И Тимофей пошел учиться к кузнечному делу. Затем была работа в каретной мастерской и Первая мировая война, куда юношу призвали артиллеристом. Мечта его была стать агрономом. И, перешагнув 30-летний рубеж, Тимофей Игнатьевич поступает на заочное отделение сельскохозяйственного института. С 1935 года по 1938 год работает в совхозе «Красный маяк» в Ленинском районе Московской области. В сентябре 1938 года Тимофея Игнатьевича назначают начальником коммунального отдела на строительстве Московского коксугазового завода. Во время Великой Отечественной войны на территории МКГЗ размещают авиационный склад, где всю войну трудится Лемешко. Ну а после, уже в мирное время, в возрасте 58 лет, он становится заведующим лесопарковым хозяйством. С этого момента начинается превращение обычного рабочего поселка в легендарный город-сад. Активное участие в посадке саженцев принимали школьники. Деревья и кустарники вокруг дворов сажали сами жители. Была такая традиция, что молодожены должны были тоже посадить дерево. За 10 лет, с 1947 года по 1957 год, было высажено 35 тысяч деревьев. Старожилов вспоминает, он был строг, довольно молчалив и часто недоволен своей же собственной работой. Настоящий максималист, отдающийся своему делу на все 100%. Работал с самого раннего утра и до позднего вечера в белом пиджаке, в простой соломенной шляпе, с палкой в руке и много курившей. Таким запомнили Тимофей Лемешко, его современники. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.